Тоже не было у нас обзора предпоследнего этапа ПКТ в Абу-Даби, вот и я решил, почему бы не совместить Абу-Даби и Нидерланды в один ролик. Плюс он пойдет немного по другому формату, и я просто буду озвучить, а потом накладывать какой-то видеоматериал, а не наоборот. Вот, с вами Вархаммер, ну что же, черная полоса, и надеюсь, что она закончится уже в Австрии. Итак, Абу-Даби, что же у нас было на данном этапе? В тренировках все было очень хорошо, я неплохо прокатился там, поставил неплохое время в ТТ, вот, в принципе, ожидания были то, что, ну, можно побороться за топ-5 на стартовой решетке. Но, как это обычно бывает, все идет через жопу. И тут у нас так же, с моим сокомандником Славой пошло все через жопу, так же, как и уже не помню на каком этапе, а в Канаде, мы стартовали со второй десятки. В принципе, не очень хорошая ситуация, но что поделать. Ну и что же, по итогу мы стартуем, гонка для меня неплохо складывается на старте, я обхожу буки, начинаю на внутренний радиус смещаться к первому повороту, чтобы не убить кого-либо и аккуратно пытаться его пройти, но буки совершает позднее торможение, вклинивается между мной и Санчелло, вроде бы, на альфе. Санчелло, естественно, он не видел никого слева от себя и, соответственно, он понимал то, что может спокойно пройти по голой структуре и поворот. Врывается буки, врезается Санчелло, по итогу буки разворачивает и вместе с буки разворачивает и меня. По итогу старт прошел, мягко говоря, через заднее место. Буки также у нас тут же ливнул из игры, то есть это такой момент, который надо запомнить будет. И за место у него катался бот. В каждой лиге выход из гонки, если у вас болит живой, проходит для чего-то, вы заезжаете на пидстоп и там уже выходите, покидаете игру. Но никак не наоборот, никогда не делайте это на трассе, потому что за вами остается бот, который может очень сильно мешать. Потому что в лиге ставятся 40% боты, они крайне медленные. Вот, ну что же, понимаю, ладно, хрен с ним, начало гонки, все может поменяться, можно камбэкнуть. Начинаю, в принципе, ехать на втором кругу. У нас выходит сейфти-кара, я понимаю. Все, отлично, гонка будет рестартиться, я смогу побороться с людьми, плюс начинают люди заезжать еще и в боксы ранее. Соответственно, окей, все, я сейчас спокойно могу поехать на стратегию софт-мидиума. Ну и что же, еду спокойно, пытаюсь догнать пилотон, ни о чем не думаю. И тут хуяк, и драйв-тру в петлеен, заебись, сказал я себе в тот момент, потому что данный штраф нельзя быть под СК и ВСК. А только, когда гонка возобновится. То есть я просто ехал по прямой, думая то, что мы уже догнали СК, то есть лидеры догнали СК, и, соответственно, можно быстро догонять основной пилотон. Но я немножко ошибся, не следил за дельтой, в принципе. По итогу, достаточно обидный драйв-тру, потому что рестарт прошел просто, ну, для меня замечательно. Как обычно, киберкотлета у нас давала охрененные рестарты, вот, оттормаживала пилотон, когда там уже СК стоял минуту, наверное, на петлеене. Вот, я же вышел с последнего поворот, когда там был рестарт и просто прошел разом там трех пилотов уже под зеленым флагом. Но я понимал то, что у меня драйв-тру, и понимал то, что, блин, если бы не драйв-тру, я бы сейчас вернулся на хорошую позицию в гонке, и можно было побороться за еще лучшую позицию. По итогу я решаю быть сразу в драйв-тру, потому что тянуть в долгие очки лучше не стоит, потому что вдруг там на третьем кругу к моему драйв-тру выйдет какой-нибудь ВСК, и все, как бы для меня это дисквал, как бы, так лучше уж хоть как-то приехать в гонке. Отбыл драйв-тру, откатился, соответственно, на последнюю позицию, потому что спелтон был все-таки собран. Вот, и начинаю снова камбэкать. В принципе, начинаю потихоньку неплохо камбэкать, там отыгрываю позиции, уже приближаясь к топ-десятке, вот, случается у меня там неприятный контакт с Сайфером, в тот момент кто-то сбил табличку на торможение перед шиканой в втором секторе, но Сайфер начинает тормозить чуть раньше, я начинаю тормозить плюс-минус от 100 метров, но у меня больше скорости, соответственно, я начинаю уже управляться с ним, Сайфер этого не заметил, и он начал поворачивать по гоночной траектории, соответственно, он влезает в меня и в мать переднее антикрыло. Вот, по итогу я там пропускал вперед, что-то по темпу тоже мне случилось в тот момент, похоже, вот, и начинаю пропускать всех позади идущих пилотов, по итогу падаю обратно, начинаю снова камбэкать, но потом в середине гонки меня разворачивает, и по итогу все. В этот момент для меня гонка была закончена, и все, я приехал там в не очках, там где-то вообще на последнем месте, в общем, полный пиздец они, гонка, если мягко так говорить. Вот, поэтому будем переходить к уже Нидерландам. В Нидерландах тоже была веселая гонка, те, кто смотрели стрим, помнят, какой пиздец там произошел. Вот, по квалификации тут было более-менее, так сказать, но на последних кругах мы со славой в квалификациях запоролись, и могли бы на самом деле улучшать круг. Вот, у нас там была очень большая плотность, очень высокая плотность, где-то третье место до десятого, там что-то в районе двух-трех десятых плотность такая, ну, то, саш, неплохо. Вот, и я там спокойно мог играть на последние попытки одну-две десятки и стартовать очень высоко, но, к сожалению, не смогла, не смогла нам. По итогу, со славой мы стартовали на шестой и седьмой позиции, в принципе, не так плохо, но могли и лучше. Вот, на старте, в принципе, у меня он провалился, слава же смог остаться на своей шестой позиции, я откатился на восьмую, и все шло у нас хорошо до примерно пятого круга, когда у нас пошел полный пиздец, у нас вылетает хост лобби. Соответственно, после этого у нас также еще вылетел Мирандикс, и я решил, то, что у нас вышел эскап из-за этого, я решил заехать в боксы, взять медиум и ехать до конца до дождя. В гонке у нас должен был пойти дождь, где-то с 20 какого-то круга. Вот, из-за этого всего, то, что я заехал в боксы, у меня произошло рассинхронство всем сервером. А именно, я выезжаю в боксах у себя, из боксов, и нормально еду там за позади идущим, за сейфти-каром, меня догоняет Снежок, и, соответственно, у Снежка, он меня не видит, то есть у меня с ним рассинхрон, то есть у всех остальных я стою в боксах, якобы. По итогу, меня убивает Снежок, но, опять же, это не он виноват, это виноват именно вот рассинхрон банально. Вот, я влетаю в стенку и еду вновь в пятый, потому что, блин, с антикрылом полный пиздец теперь произошел. И ставлю теперь себе уже софт. Вот, меня еще второй раз там успели немного развернуть в втором секторе, но это уже хотя бы без поцелуев отбойник. Но, все равно, у нас произошел в гонке полный пиздец, то есть помимо меня еще пострадал Фаергай, он тоже вроде умер из-за рассинхрона. И также два пилота, это Фотис Икс и Мирандикс, которые улетели в круг от лидеров, то есть назад именно. И по итогу, четыре человека, у которых как бы гонка, ну, по сути, заруинена. Ну, у меня, ладно, еще наполовину, то есть я там еще кое-как смог камбэкнуть. Ну, у трех человек прям вот просто, она полностью заруинена. И у нас не дается даже никакой рестарт в принципе, то есть мы продолжаем ехать дальше. Хотя в нормальной ситуации это обязательный рестарт, без каких-либо вопросов. Но его нету, ну, окей, окей, я еще более-менее пытаюсь вернуться в гонку, народ начинает там потихоньку так же заезжать в боксы. Плюс-минус я начинаю камбэкать неплохо. Начинается у нас дождь, я там также заехал за уже промежутком, даже чуть раньше, чем дождь, в полную силу пошел. То есть когда запретили ДРС использовать. И я уже в тот момент вышел где-то на седьмую позицию, и у нас вышел сейфтикар на трассу, вроде кто-то разбился. Вот по сейфтикарам я решаю то, что, ну, надо сжечь все топливо, что у меня в данный момент есть, потому что использовать топливо, ну, обогащенку на полном кругу я не буду уж точно в дождь, вот, только там на каких-нибудь прямых. И начинаю потихоньку сжигать, 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 и на чертном кругу мы уходим на первый бэнкинг в первом секторе, и на выходе из него меня разворачивает. И все, как бы я откатываюсь назад без какой-либо возможности нормально бороться, потому что, ну, в Нидерландах и так сложно обойти кого-либо даже в сухую погоду, а в дождь это просто, ну, миссия импосибл, как бы, становится. То есть, ну, ты просто едешь за человеком в грязном воздухе, в поворотах, хотя просто дикий андерстир, ну, прямой ты там, ну, как-то из последних бэнкер еле выходишь, но догнать кого-то там, кто едет так же на кнопке, ну, это очень сложно. По итогу второй раз я финиширую в не очках, и для меня это уже было таким, ну, блядь, окей. В ZFL, конечно, я фейлил, но я хотя бы приезжал все время в очках. Даже в Монако я вам дырил сюда на 10-м месте приехать. А тут же просто полный пиздец, как бы, ну, такого пиздеца у меня, наверное, с момента Сингапура в Рейсвовине не было давно, хотя и там я, вроде, финишировал в очках. Вот, поэдетожу все это, я понимаю, что надо как-то будет это исправлять, и надеюсь, что в Австрии все получится, и удастся нормально проехать квалификацию и гонку и показать, достоин, так сказать, результаты заработать очки, которые, к сожалению, я просрал за последние две гонки, и по итогу там и в КК упали очень сильно там до пятой позиции с третьей. То, что, что оппонент набирали все-таки очки, в Абу-Даби только слава набрал очень хорошечки, я вообще ничего не набрал. В Нидерландах у нас не повезло, там слава имел штрафы, и из-за этого он укатился далеко, ну, штрафы еще спорят, но тоже далеко же слава не вернется, к сожалению. Вот, так что как-то так оно, остается у нас 4 этапа, если я правильно помню, до конца сезона, и надо по максимуму набирать очки. С вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и увидимся уже в Австрии в эту субботу. Пока-пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok